После памятной реплики президента США 16 марта в интервью телеканалу ABC о том, что Владимир Путин является убийцей и должен заплатить за якобы вмешательство России в американские выборы, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 21 марта был вызван в Москву для консультаций. После возвращения в Москву Антонов высказал мнение о том, что в ближайшее время он вернется к своим обязанностям. Но решение о его возвращении в столицу Соединенных Штатов пока не принято. Это будет решать президент России. Нам важно проанализировать нынешнюю стадию наших отношений. Отметил глава российского МИДа Сергей Лавров 1 апреля в эфире Первого канала. По словам министра, в настоящее время Антонов проводит необходимые консультации во внешнеполитическом ведомстве, встречается с официальными лицами из администрации президента, а также из Госдумы и Совфеда. Сергей Лавров также подчеркнул, что сейчас настало время глубокого анализа двусторонних связей России с США. Кризис отношений наступил не сейчас и не выражается лишь хамской выходкой Джозефа Байдена. Ситуация катится в пропасть уже давно, что демонстрирует настоятельную необходимость такого анализа. По прошествии ряда лет пришла пора делать выводы и обобщения. В свою очередь, эксперт клуба Валдай Дмитрий Суслов считает, что Россия не вернет посла в Вашингтон до тех пор, пока Белый дом не объяснится за хамские слова Джо Байдена. Задержка в возвращении Антонова как минимум указывает на то, что Россия по-прежнему не удовлетворена тем объяснениям хамству Байдена, которая последовала в адрес Путина, и отсутствием каких бы то ни было извинений со стороны США, а также стремлением Вашингтона замять эту тему и вернуться к обычному формату отношений с Россией, заявил Суслов в интервью агентству ТАСС.